Привет всем! Продолжаем путешествие по региону Ула-Ула в игре Pokemon Sun and Moon, но я играю в Pokemon Sun, соответственно. Ну, по большому счету здесь нет никаких различий, как в других играх, где нужно даже в разных местах все происходило. Здесь есть один маленький покемон, который потом эволюционирует. Что? Найти восемь? Мне нужно найти восемь собачек для кого? О, что-то нашел. Какое-то задание дали. О, стиль! Ой, это Скармри. Это хорошо. Скармри, это хорошо. Так, стильная. Ну, можно Razer Leaf, думаю. Один разочек. Слишком даже слабо. Так. Ну, все, пора ловить. Наверное, еще надо немножко покосать. Даже не знаю чем. Может, плакам. Думаю, этого достаточно. Думаю, этого достаточно. Ну, ладно. Ну, супер, еще зовет на помощь. Не-е-е-е. Скармри слишком. Наверное, серьезный покемон, чтобы помощь пришла. Так, тогда надо ультраболы. У меня есть один ультрабол. Может, какой-нибудь другой. У меня есть много болов разных. Так, надо ультраболы. Надарили. Отовсюду. Ну. Хорош. Есть. Я вот не помню, здесь три раза или три раза, и потом он должен остановиться. полностью. По-моему, он должен еще остановиться. Скармри. Стальной тип. Ну, вот, стальной тип очень хорош против сказочных. Фэйри. Который. Это, по-моему, единственный, что ли, который бьет нормально по Фэйри. Что мне дала бабулька? Мне нужно встретить. Каких-то то ли Рокрофов, то ли еще кого-то. Лично week-то. Каких-то! Чистилы. Вolétait так. Прием, inevitable. Ввар Muslim Корректору. OULDULA. Счастные действия есть. Также можно укARY Л Durham, через высокой Yu Hail 2. и вennитии 3. К так и бьются. Не хочет. Что я творю-то, что я творю? Что-то я немножко запарился. По привычке уже убиваю. Ну, ловить покемонов такое, то есть я имею ввиду, что привык, что в последнее время я их вытрейживаю в ГТС, потом вылупляю того, который нужен, с нужными статами, с нужными атаками, и после этого им уже могу надраться. Потому что, ну, хотя, допустим, тот же самый мой стартовый покемон, он, в принципе, очень бесполезен. Нету нужной там скорости, нужной атаки, он вроде такой средний, средний не очень, если мягко выражаться. Блундун. Рассветающий апокалипсис. Рассветающий конец света. Как удобнее. Кому как удобно. Кому как удобнее. Да, вот. В английском языке, конечно, проще, там нет вот этих падежей дурацких, и... Пять, пять, пять существительных. Написал, и нормально все. А у нас нужно каждое существительное по нужным... ...падежам и так далее. О! Один есть. О, просто так лимонад нашел. Ммм, я тебя вижу. Затаился среди ягодок еще один покемон. Крау, брау. Неплохо нарисовали, но мне больше что нравится этот. Я сначала реально думал, что это прикол. Видео... ...как его там... ...призрачного покемона, который нарисован... ...просто вообще... ...как будто вот просто не 3D, а чисто на бумажке нарисовали или приклеили. Вот смотрите. Так я его представлял. Так, вылечимся. Так, вылечимся. Ух, Фироу, наверно. По силуэту Фироу, да, он пока есть. Дикий Фироу нападает. Ну, нападай. Дикий Фироу. Так, мне тут достаточно грейт боу. Так, мне тут достаточно грейт боу. Только гига-импакт буду учить. Нормально, поймался Фироу. На одного еще больше стало. Самое главное, что они... ...он отдельный покемон. То есть, отдельный слот занимает. Мне это нужно для острова. Для Пелага. И он обронил шар пик. Острый клюв. Обронил острый клюв, это хорошо. Это что такое было? Ага, это она вылечила. Ой, я чуть не заметил, не пропустил этого покемона. Ну-ка я сейчас узнаю. Это я сейчас троих уже нашел. Так, троих нашел. Пять еще прячутся. Красавица. Красавица Андрея. С цветочками полуемся. Против ледяной атаки травы очень плохие. Ну, такой себе. Ледяная атака, конечно, неплохо. То есть, как бы замораживает, да. А потом эти травы могут, соответственно, раскалываться. То есть, логически. Логически вот так, наверное, надо подумать об этом. Ну, что-то она какая-то злая. Это что я ее победил. Не знаю, что она злится. Кто-то не должен побеждать. Кто-то проигрывает. Так, еще четыре осталось. Еще три осталось. Еще два осталось. И последний. Вот и ты. Отлично. Всех нашел. И что, мне нужно вернуться к тренеру теперь? Да ладно, он сам нападает. Что за беспредел? Так, как же все-таки. Ну и, и что ты мне дашь, что ты мне дашь, и never melt eyes, но у меня уже один такой есть. Зачем мне второй? И еще пятнадцатый. Ладно, согласен. Ммм, знакомые. Давно не виделись. Дискор название, ну, нет имена. Просто Гранд, то есть салага команды нападают на меня. А, опять проиграли? Ну ладно. Значит, мой друг будет сражаться с тобой. Это так по-череповски. Даже не знаю, как правильно. Так вот мы работаем, команда череп. Райзер лифт. Ну, это, конечно, так часто прокают всякие криты, увороты, еще что-то. Когда максимальный affection обязательно нужно делать на прохождении игры. Максимальный affection и спокойно проходить на пальце. Или вообще не делать тогда, если усложнить себе задачу. Здесь сложно усложнить, все настолько легко, что просто беда. В общем, что-то они обратно в живую зону пошли. В ради каких-то миссий. В жилую зону. Профессор Кукуй. В чем дело? Какие-то парни из команды Череп пробежали мимо меня. Лучше бы они бросили вызов Лиге, нежели чем занимались такими делами. Ну, а ты снова узнаешь. Ты скоро узнаешь, что такое Лига. Но в первую очередь тебе нужно пройти испытания. И тут какой-то подъемник, короче, или автобус, который очень-очень быстро все везет. Очень быстро все везет у нас. Сейчас посмотрим. А, нужно сюда нажать. Вы хотите подождать автобуса? Да, хотим. Школьный автобус. Садимся. Все, и доехали уже. Даже не показывают, как едут на автобусе. Ну что ж, они не могут сделать эту анимацию. Показывают кучу бесполезных вещей, ну а самые такие веселые нифига. Гора Хокулани вторая по высоте из гор Валой. А самая высокая это высочайшая... Ух. Посмотри там. Ты видишь те уступы? Это гора Ланакила. Самая высокая точка Валоли. Вершина Валоли. Это священное место. Самое близкое, куда... Как ты можешь дойти... Самое близкое, как ты можешь добраться до легендарного покемона или находиться. Самое близкое, как ты можешь находиться с легендарным покемоном Алолы. Говорится, что это... Moon Incarnation, то есть воплощение Луны. Это точно. Та-ра-ра-та-дам. И на вершине там основана покемон лига. Лига покемонов. Ну, в общем, те, кто закончат испытания, сразу мы их берем и отправляем туда, как я понял. Сражаться против кахун. Чтобы стать чемпионами. И... Только там, соответственно, кахуны дерутся в полную силу. Я так понимаю, это имеется ввиду. Такие моменты. Вот. Ну, соответственно, те кахуны, которые были... Сражались против меня, они будут те же самые, только с другими немножечко покемонами. Ну, а пока... Можно идти дальше. Эээ... Так, зайдем сюда. О, может мне лошадку дадут теперь? Так, ты у нас кто? Ты никто. Ты никто. Ты никто. Моя команда. Сильная. Ну, пока не сильная. Просто нету кимонов достаточно большого уровня. Так. 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 Так... Так. 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 即. До сих пор также, ну, Fire, блин, все время забываю это слово, также возбужден, наверное, или имеется ввиду, также активен, как и раньше, Королевский. В общем, дай мне, позволь мне представить, мы уже путаются слова, позволь мне представить его. Это Моуайна, он заведует обсерваторией здесь, и также PC коробками, в которых хранятся эти покемоны, но он не капитан, просто чувак, который стоит перед дверью, в которую мне хочется войти. Я был однажды капитаном, мой друг в маске. О, это Мехо, да, спасибо, что пришел, и почти у нас своим визитом. Наш капитан Сафолис, очень занятой, молодой человек, а, кстати, вот этот Сафоклис, Сафоклис, он как раз в этом плазе главный. Всегда просчитывает разные пути к работе, ну, вот как раз фестиваль плазы. Ну, в общем, а я решу, достоин ли ты бросить ему вызов, как я понял, мы с ним будем сражаться. Ну, да, так и есть. Сейчас мне проверят, я его побежу, он проиграет, и я дальше пойду выполнять испытания. Как-то так запланировано все. Так, и первый Скармари. В Скармари это сложно, но у меня есть Спирит Шакл. Это не самый лучший скил, но, в принципе, неплохо, да, можно. Ввиду, против Скармари не самый лучший. И после этого скилла больше нельзя убежать с боя. Вот это, кстати, очень круто. То есть, нельзя сменить соперника. Надо будет использовать это в некоторых боях. То есть, какого-нибудь сильного покемона, которого вначале ставят, но он попадает против своих немедиццев, скажем, своих противоположностей. То есть, например, стальной против земляного попадает, или огненного. И вот, чтобы он не убежал, можно использовать подобные скиллы. Довольно эффективно. Есть еще другие вещи, которые тоже так работают неплохо. Например, запрет на лечение. Если покемоны, которые каким-нибудь лечатся, или там уменьшение лечения, или еще что-то. Я уже не помню, какие скиллы точно есть. Ну, это все будет позже. Пока, давайте все же... Фуф. Ай, как они мне нравятся. Это просто какая-то... Битлы только. Или нет, не битлы эти. Как там. Ну, другие чуваки. Рокер хитит. Ибо побольше на способность, где они побольше... Побольше вот так... Головой машут. Качают. А, да. Так, мне танк. Ммм... Остальной. Можно саландитом. Он, кстати, неплохо уронит. Он 28-го, да? Что-то я сейчас немножко не заметил. Ну, а, 28-го. Скоро эволюционирует. Так, пробуем флаймберст. Хорош. Суперэффективно. 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 Ну, и последний. Флаймберст. Воу. Балет панч. 29-ый. Токсик. Это круто. Так, свит-сент. Вместо свит-сента. Если не ошибаюсь, если у него, кстати, пассивка есть, обилити способность, надо будет сейчас посмотреть. Если у него есть нужная способность, то яд проходит абсолютно на любого, на любой тип. То есть, хоть и стальной, хоть, там, не знаю, ядовитый, если на ядовитый не может пройти. Ну, короче, ничто не блокирует. То есть, это его способность. Так что яд проходит через все. Еще секундочку. Кузин. Родственник. Мое имя Кукуй. Кого ты называешь? Королевская маска. Но он не сказал Королевская и маска. Он сказал раздельно все это. Ну, в любом случае, я отправляюсь назад в Мали-сад. Сад Мали. Мели. Сад Мели. Я думаю, что Хаус закончил есть свою Мали-саду и скоро придет сюда. Я тоже так думаю. Или же он возьмет еще одну Мали-саду. О, да. Он интересен, как раньше. Старый приятель. Ну, добро пожаловать в обсерваторию и прошу следуя за мной. Наверное. Но он просто свалил быстрее меня. Так что он мне не сказал следуя за мной. Так. В обсерваторию. Какие-то ящики, ящики. Куча ящиков. Значит, пойдем. Здесь дверь есть, значит, идем сюда. Чем проблема? О, дружище. Это как раз капитан. Если не ошибаюсь. Ты уже подошел слишком... Довольно близко к своей цели. А я так... Как полагаю, ты пришел сюда, чтобы пройти испытания. И... Тебе нравится фестиваль Плаза? Да. Ну, если так и есть. Тогда начнем. Прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо сейчас. Серьезный пацан. Присамонишь тотемного покемона и... Ну-ка. Ну... Подтвердишь свою силу. В общем, это каждое... Как и каждое испытание, да? Работает. Поэтому я подумал... Почему бы не призывать тотема прямо сюда с самого начала? Блин. Он клевый чувак. Сразу видно. Короче, он рассказывает всякие научную фигню, что он... Прямо машину, которая призывает тотемных покемонов с помощью технологии. Ну, короче, много всего. Пинг, тотем, покемон 2.0 запуск. 2.0 запуск. Ну, а теперь тотем должен... И... Понятно. Что? Неужели пробки полетели? Что, дверь закрыта? Мы должны отключить охранную систему, чтобы дверь открылась. Ты должен пройти аудио-испытание. Так, хорошо. В общем, оно идет сейчас. Тотем покемон прибывает. И оно... Испытание начинается. Серьезно? В общем, для того, чтобы открыть дверь, ответьте на аудио... Такое мини-лотерею... О, это испытание. Так. Сейчас погоднусь. И... Пошли. Так. Ну, это получение уровня. Ой, получение итема. Нет? А, это покемон центр. Это лечение. Точно. Хе-хе. Мне понравилось, как я его током ударила. Или это меня ударило током? Ну, ладно. Продолжим. Это лечение, да. Покемон центр. Отлично. Дверь открывается. В общем, как дверь открылась, покемон вошел через дверь. Я рассчитываю на тебя. Неинтересный чувак. Так. Ну, у меня есть летающий скилл. Оказывается, он эффективен. Это кто? Жук, да? Жук. И... И кто-то еще там. Я уж не помню. Жук. И кто-то еще. Вот так будем сходить. Жук. Кто-то еще. Я знал, что ты справишься. Ну, и как только я это сказал, дверь снова закрылась. Ничего. Мы же снова пройдем испытание, да? Нет, нет, нет. Определите присутствие приближающегося покемона. Ну, это, скорее всего, ротан декс. Да. Еще один покемон атакует. Тут уже другая какая-то форма, версия, вид, по-моему, того же самого покемона. Но он очень похож на того же самого. Тоже какой-то квадратный. Тут более круглый, а тут более квадратный. Ну, я думаю, тоже плаком можно его как-то уделать. Не, нифига. Так, а если спирит шагом. О, хорош. Хватило урона. Что, еще не все? Опять я когда клювом щелкал, дверь закрылась. Тотемный покемон до сих пор приближается или что? Ну, это сложно. Нет, это я не смогу указать. Наверное. А, ну. Ну, попробуем чар-чабук. Правильно. Так, надо вылечиться. Ну, сотенка это то, что нам нужно. Это неэффективно, но я думаю, даже смогу убить его. Потому что атаки слишком много. Не, не смог. Ну, льдом уже несложно. 41-й опнулся, скоро .50-й будет. Это вообще круто. Можно будет Battle Royale попробовать. Позор мне, что я не могу сидеть за дверью. Тотемный покемон приближается. Последний вопрос. Ну, наверное, тотем. Да. И тотемы появляются. Это тотемный покемон. Покемон. И Вика Вольт. Тотемный покемон. Нападает. Он очень силен против меня. У меня летающий тип. Ну, ничего страшного. Я думаю, один раз-то. Ну, умру. Умываю и так умру. В чем проблема? Ха. Можно попробовать льдом. Лед не очень. Так. Потихонечку смогу его победить, наверное. Оу, Thunder Wave. Красавчик. Ну, тогда у меня ничего не остается. Вариантов, как вязать ульту. Против Вика Вольта. И если получится его пробить, то он умрет. А, не. Вряд ли получится. А, не. Он Чардж. Чардж. Просто выбирает. Повышает Special Defense. Хорош. Вперед. Расцветит цветок. Не знаю, там атомные бомбы. Какой-то. Гриб. Почти что гриб, но цветок. Не убил. Хм. Хм. Ну вот сейчас, может быть, не хватит урона. А, он Special Defense повысил. Так что вряд ли не хватит урона. Офигеть. Надеюсь, он что-то не будет там лечиться и что-то такое делать. Мне это вообще не хочется. Нет, нет. Один. Один урон. Нормально. Ну, я могу вылечиться. Что мне? Что мне мешает вылечиться и напасть снова на силу? Да ничего. Долгие битвы. Ну, у меня нету... У меня, в принципе, огонь есть. Огонь даже против электричества неплохо, если не ошибаюсь. Ну, не повезло. Я думал, он умрет, но он не умрет. Еще раз века вольтика. Сейчас-то точно мне хватит урона. Главное физической атакой бить, а не магической. И тогда будет все вообще шикарно. Хорош. Тотем таким он погиб. Ну, и остался последний. Его я быстро сейчас уничтожу. Лейпар Алис падает. Вообще шикарно. Сейчас, кстати, проверю, если я в свободную ячейку бью, он попадает в него или нет. В смысле, цель попадает. Нормально все. Чуть-чуть не хватило. Это с критом. И вот и все. Электричество починили и можно дальше продолжить. Ну и тотем погиб уже погиб. Софи. Бигмо. Отличная работа, капитан. Ты помог... Немехо с его испытанием и твой эксперимент был удачлив. но похоже твой pink tatam покемон использует слишком много электричества если мы сможем получить небольшую помощь от чарджа бага мелкие покемоны которые заряжают возможно у нас будут какие-то улучшения здесь в общем получи электрический z кристальчик и гуляй на все четыре стороны ну так неплохо получилось испытание пройдено что ты смотрел а ты смотришь вот это поза это было нормально когда не было света но когда сейчас он есть я немножко стесняюсь не знаю что сказать спасибо поздравляю ты прошел это испытание ну в общем поздравление с прохождением испытания ты сапог листы было ты сделал все отлично как капитан и немножко нервничал сказал софоклис не волнуйся я думаю что я сделал правильное решение выбрать капитаном даже не считая того что ты мой двоюродный брат это кахуна кто не определяет одобряет одобряется одобряется капитанов так что в любом случае он подходит в общем поэтому я как-то стал капитаном ты был супер он вот и молодец и позвольте тебе еще наградить они стилю о мне уже дали за это еще и стил дали это один из кристаллов которые собралось очень давно не он усиливает способности остальных покемонов я понимаю а вот еще маска профессора зачем она мне нужна может быть ты передашем ее ну в общем может следующий раз когда мы будем драться что-то произойдет окей испытание законченный я пока не знаю сколько еще будет на этом острове но в любом случае дальше мне надо будет вернуть маску и сделаю это уже в следующий раз спасибо что смотрели смотрите продолжение и всем пока